Психосоматика от греческого психо-душа и сома-тело. Направление в медицине, которое изучает болезни, вызванные не бактериями, генетикой или плохой экологией, а эмоциональным состоянием человека. Психосоматика. Другая медицина. Часто за жалобами пациентов нет истинной болезни тела. Через тело говорит душа. Через боль, кашель, тошноту, сонливость изливаются из души страхи, обиды, нереализованность и сомнения. Именно это врачи называют психосоматикой. И для того, чтобы помочь телу, нужно докопаться до той самой обиды, которая и стала началом болезни. Пациентка Анастасия Сергеева. 28 лет. Жалобы на проблемы кожи лица, акне. В анамнезе акне вульгарис, комедоны, пустулы в течение длительного периода. Прием ведет семейный врач, доктор медицинских наук Илья Егоров. Помогите мне, пожалуйста, угревы лечить. Я уже не первый год с ними мучаюсь. И я уже не знаю, что делать. Все лицо обсыпало. Я ведь уже не подросток. Ну, от антисептиков мы пока воздержимся. Давайте сдадите кровь общей иногормоны. Как вы питаетесь? Бесбалансированно. У меня ребенок маленький. Я ему готовлю и сама ем. А мужа отдельно готовлю. Он очень любит острое. Продолжайте в том же духе. Исключите, пожалуйста, маринованные, копченые продукты. Меньше мяса, меньше курятины. Майонез, конечно, не используйте. Потому что все это наполняет ваш организм токсинами. От этого надо избавляться. Основа это будет у нас с вами рыба. Это будет сыр. Это будет творог. Можно сухофрукт. Я очень кофе люблю. Ну, одна чашка не повредит. А в основном, конечно, используйте чистую питьевую воду. Купите в аптеке антисептик, содержащий цинк. Он способствует заживлению вот этих вот высыпаний и снятию воспалений. У меня этих средств уже столько. Хоть магазин отберывай. У вас с собой есть зеркальце? Возьмите. Что вы видите? Рыщ новый. Оставьте себе зеркало. Вы знаете, вам надо полюбить себя. Полюбить себя. Когда вы себя полюбите, вы там начнете видеть не свои проблемы, а себя. Я понимаю, акне вызывает недовольство собой. И это недовольство собой вызывает такую болезненную тягу к выдавливанию. А это только приводит к самозаражению, к распространению инфекции. Это все знакомо. Заня, ты скоро? Игорь, у меня все лицо обсыпало. Я никуда не поеду. Опять 25. Никто на твои прыщи не обратит внимания. Замажь их тональником и собирайся. Ты понимаешь, что заказчик будет с женой. Это семейный ужин. Я не могу пойти один. Я никуда не поеду. Собирайся, тебе говорю. Как у вас с личной жизнью? Да как бы все хорошо. Как и должно. Как бы? Вы работаете? Нет, я дома с ребенком сижу. Вы либо что-то не договариваете, либо не осознаете своих проблем. Ну ладно, оставим это за скобками. Дайте мне вашу руку. Я сейчас буду нажимать на косточку у вас на запястье и задавать вам вопрос. А вам надо будет вспомнить тот день, когда вы чувствовали любовь к себе. Когда вы были самой красивой. Когда кожа у вас была абсолютно чистой. Вспомнили? Угу. Корни барокко уходят в архитектуру эпохи возрождения. Первый действительно большой и величественный ансамбль создал в Ватикане Ромэнте. Это двор Бельведер протяжением 300 метров. Как романтично. Я вам пишу. Я вам пишу. Ой-ой-ой. Бельведер Бельведер Театр под открытым небом. Но все формы архитектуры довольно спокойные, равновешенные. Это еще не барокко. Так странно, глупость, конечно, но мне так хорошо было. Я вспомнила Костю. Он такой был всегда шебутной, такой нахальный и очень талантливый. Я помню, у нас очень многим девчонкам он нравился с курса. А выбрал почему-то меня. Я тогда с этим самолетиком от счастья чуть не летала. Ну, у нас с ним потом был короткий роман. А потом я за Игоря ушла замуж. Когда вы будете сами нажимать себе на эту точку, то это ощущение любви будет возвращаться. Когда вы почувствуете любовь к себе, когда вы себя полюбите, вы сразу поймете, что начинаются положительные изменения. В том числе и на коже. Хорошо, я попробую. Пишите мне, пожалуйста, отчеты о своем самочувствии. Здесь мой электронный адрес. И почаще смотрите в зеркало. У вас замечательные глаза. Благодарю. Настя твердо решила избавиться от угревой болезни. Она сдала анализы, соблюдала диету и все чаще вспоминала свой студенческий роман. Зай! Зай, хватит прощи давить. Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Зай, ты меня не слышишь, что ли? Сюда подойди, пожалуйста. Настюш! Извини, я задумалась. О чем-то мы мечтаем, девушка? Да так. Мечтаю, чтобы прыщи прошли. Оригинально. Ты же знаешь, я тебя любой люблю. И с прыщиками, и без. Мне вообще ничего не видно. Да тебе не видно. А люди от меня шарахаются. Я вообще себя уродиной чувствую. Для нас с Вовкой ты самая лучшая. Так что успокойся. А на других людей тебе должно быть плевать. Посмотри, я тут детскую проектирую для одного заказчика, для мальчика и девочки. Как тебе? Ну, да, неплохо. Только я бы зонирование сделала другим. И вот здесь бы Света добавила. Угу. Сделаем и добавим, когда ты девочку родишь. Игорь, я на работу хочу. Какой в этом смысл, когда мы в ближайшем будущем собираемся второго ребенка заделать? Это ты собираешься. Сними, я тебе застираю. Сними, я тебе застираю. Здравствуйте, доктор. Как вы и просили, пишу вам о ходе лечения. Улучшений с кожей пока нет, хотя я использую все препараты, которые вы мне назначили. Но, кажется, я поняла, что не люблю себя из-за своей нереализованности и задавленности. До брака у меня была цель стать успешным архитектором. Но сейчас я занимаюсь только домашним хозяйством. Меня это очень угнетает. И вроде я замуж удачно вышла и ребенка хотела. Только в нашей семье всегда все происходит так, как считает нужным муж. И это тоже меня угнетает. Угревая сыпь говорит о том, что в организме происходят серьезные изменения. Бывает так, что локальные высыпания на подбородке или в область сердца свидетельствуют о патологии яичников, а на щеках – о болезнях кишечника. Но врачи знают, что кожа и нервная система развиваются из одного эмбрионального листка – эктодерма, что обуславливает неразрывную связь между ними. Медиками уже давно была показана роль психогенных факторов в развитии многих кожных заболеваний. Настя пишет, что новые акне еще возникают, значит, она не смогла еще принять и полюбить себя. Она чувствует свою нереализованность и страдает от этого. Возможно, в этом и есть причина ее нелюбви к себе. Чем чаще Настя вспоминала прошлое и эпизод с Костей, тем сильнее хотела его увидеть. Настя не удержалась и разыскала своего однокурсника. Константин стал модным преуспевающим архитектором и открыл собственное бюро. Отлично выглядишь, а? Проходи. Проходи, 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 проходи. Ну, рассказывай, как ты, как Игорь. Вы с ним вместе еще? Ну, да. Я хорошо, у нас сын, сижу в декрете, не работаю. У Игоря своя фирма, он по профессии работает. Ну, конечно, звезд не хватает, как ты. Ну, а ты-то как? Женился? Я банально, я женат на своей работе и, возможно, из-за этого и жизни не вижу. Слушай, а ты ко мне пришла, потому что соскучилась? Или из меркантильных соображений? Соскучилась. Ну, и по делу. Я в профессию хочу вернуться. Ну, а что ж, благоверный твой тебе в этом не помогает? Ладно. Забудь мои слова, я тебе сейчас несколько программ классных, новых напишу. Слушай, а лучше ты сразу пойдешь на прямую к компьютерочку моему, я ему позвоню, он тебе сам все перепишет, ты просто их установишь и с них разберешься, окей? Так. Настюха, ты помнишь? А ты помнишь, как мама твоя ни с того ни с сего домой вернулась и нас с тобой застукала, а? Ты еще джинсы одела, и у тебя отсюда колгорьки торчит. Я помню. Я помню, как ты встал, поклонился и сказал, здравствуйте, я ваш будущий зять. Да, а мама твоя сказала, хорош зять, без штанов. Ой, как вчера это было, да? А я ведь думала об этом. Глупо мы с тобой расстались, Настя. Ну да. Ты же изменил меня с Рыжей, с параллельного курса. Ну ладно, звони своему компьютерщику. Как же здорово, что я сегодня так пораньше закончил. Правда, есть хочется ужаса. Даже победы не успел. Зато заказ сегодня интересный получил. Сделать авангардный проект двухуровневой квартиры. Что у нас сегодня на ужин? Ничего. Что значит ничего? Ничего, это значит ничего. У меня только есть что готовка и уборка. А я, между прочим, тоже архитектурой закончила. И меня в элитную фирму звали работать. Злать, ну ты никак ревнуешь меня. Вот это новости. Ты же сама хотела дома сидеть и ребенка. Я хотела? Это ты хотел. А мама твоя могла бы нам помогать. Подожди, подожди. А кто мне говорил, что мама моя все делает неправильно? Кто говорил, что ты сама все правильно сделаешь? И вообще, я тебя звал работать себе в контору. Ты же отказалась. Угу. Еще и работать под твоим руководством. Мало ты мной дома командуешь, а твоя мама своими нотациями и советами меня достала. Вы только умеете, что командовать. А тебе вообще ничего не нужно. Назначите мне, пожалуйста, гормональные контрацептивы. Я в интернете прочитала, что это очень эффективное средство и от прыщей тоже. У меня не только лицо, у меня еще и грудь и спину обсыпало. У вас хорошие анализы и корректировки гормонального фона вам не нужно. Да, конечно, кожа нуждается в медикаментозном лечении. Я вам назначу сейчас ферменты и пребиотики. Скажите, пожалуйста, а в вашей жизни в последнее время происходили какие-то негативные события, о которых вы мне не написали? Ну, вообще, да. Я попыталась вернуться в профессию и у меня был короткий роман с тем парнем, о котором я рассказывала, с Костей. Просто он совершенно другой, он не такой, какой мой муж. И я почувствовала себя свободной, желанной, любимой. Все было хорошо, пока я сама все не испортила. Кость, мне так с тобой хорошо. Только, ты знаешь, я так устала Игорю врать, что я все время на работе задерживаюсь. Я решила от него уйти. Стоп, стоп. Подожди. У нас в постели с тобой все хорошо, а это меня и заводит, что ты появляешься внезапно и исчезаешь, как тот самый самолетик на лекции. Помнишь? Ты о чем? Ты же мне сам прислал этот самолетик. Ну, вообще-то я хотел закадрить Таньку Сомову, а на твой аэродром он приземлился случайно. Вы понимаете, в этом есть весь драйв. Мне было тогда абсолютно все равно с кем перепихнуться. Ах ты тварь. Вы продолжаете притворяться и перекладывать вину то на мужа, то на вот этого вашего Костю. Вам нужно полюбить себя не через чью-то любовь и одобрение, а просто так. Понимаете? Как-то вот не очень. За что мне себя любить? Ну, а какой бы вы могли себя полюбить? Ну, не знаю. Может быть, успешным архитектором. Но не запрещи же с котлетами себя любить. Ну, так, ну, так станьте такой. Ну, станьте такой. Ведь никто не может сделать это за вас. И помешать вам никто не может. Только вы сами. Костя! Привет. Настя, ну, что за детский сад? Я не понимаю. Почему с этим выяснение отношений? Мы же взрослые люди. Зачем устраивать эту Санта-Барбару? А? Я не отношения пришла выяснять. Мне работа нужна. Ты же мне дал программы, я их освоила. Я хочу работать. Ну, порекомендовать-то ты меня можешь? Могу. К себе в фирму. В общем, мне как раз сотрудник нужен. Завтра проезжай к вести. Работы много. И это только работа. Ничего личного, понятно? Да. Работа в бюро Константина оказалась для Насти отдушиной. Очень скоро у нее появились первые заказчики. Угревая болезнь прошла. Наладились отношения и с мужем. Теперь даже домашние обязанности больше не вызывали у нее раздражения. Я там проект сделала. Посмотри, пожалуйста. Да и вижу. Ого, круто. У тебя такое необычное видение пространства. Ну, я только немножечко бы контрастику добавил. И вообще картинка сделала бы поярче. А чего тебе так нот тормозит? Давайте новый купим. Ты выбери, я куплю. Давай. Приятного аппетита. Спасибо. Карьера Насти в бюро однокурсника стремительно шла в гору. Она смогла заинтересовать обеспеченного клиента и получила очень выгодный заказ. Ты меня звал? Да, хорошо выглядишь. Благодарю. Вот у меня очередная премия. Настя, меня просто поражаешь. Знаешь, а женщина-архитектор это так сексуально. Мы же договорились. Ничего личного. Только работа. Здравствуйте, доктор. У меня хорошие новости. Угры прошли. Я избавилась от своей проблемы. Я счастлива. Занимаюсь любимым делом. И мой муж меня во всем поддерживает. Больше у меня нет необходимости в лечении. Спасибо вам за все. Моя пациентка пишет о том, что вопрос с угревой болезнью закрыт. Значит, она смогла правильно услышать свое тело. О здоровье организма говорит кожа. На наш внешний вид влияет множество факторов. В первую очередь, вредные привычки. Употребление алкоголя, курение, чрезмерное увлечение кофе, стрессы, недосыпание, неправильное питание также пагубно отражаются на нашем лице. И лишь в последнюю очередь на состояние кожи влияет неправильный уход. Две чайные ложки клетчатки в день, добавленные в кефир или в суп, улучшат перистальтику кишечника и помогут поддержать красоту кожи и улучшить цвет лица. Мама, там дракон! Тебе просто сон приснился страшный. Нет, дракон есть, он блядится в комнате. А мы его сейчас прогоним. Давай, иди к ним. Давай! Ну что, пойдем? Пойдем. Ну, пойдем. Сейчас я найду этого злого дракона. Пойдем. У меня окна опять появились. Еще фурункул вылез на самом видном месте. Я уже не знаю, что делать, я боюсь, понимаете? Фурункул возникает, когда бактерии проникают в волосяной фолликул. Пока гной не выйдет, фурункул будет болеть. Понимаете, его-то мы вскроем, но ведь другие появятся. Фурункул – это лишь проявление вашего страха. Чего вы боитесь, Настя? Я боюсь, что муж меня больше никогда не простит. И он больше не вернется. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебя ждала и уснула. Вот я кретин. Купил тебе ноутбук, хотел скопировать программы. Ты бы хоть переписку удаляла. Не могу забыть ночь с тобой. Значит, ты с Костей? Игорь, да это не то, это старое сообщение. Ты дату сообщения посмотри. Игорь, миленький, ну между нами нет ничего. Хотя меня здесь больше нет. Игорь. Муж ушел. Я понимаю, что это все правильно, потому что я его недостойна. Да и было бы с кем изменять каким-то самолетиком, которому все равно было куда лететь. Ну, возможно, вы и виноваты. Но это не означает, что вы плохая. Где ваше зеркало? Мне оно не нужно. Вы понимаете, что я себя ненавижу? Я всю жизнь мужа обманывала. Я за него замуж вышла, только чтобы Косте больно сделать. А себя я всю жизнь ненавижу за то, что я Косте тогда простить не смогла. За его измену глупую. А теперь вы ненавидите себя за то, что муж не может простить измену вам. Слушайте, продолжайте в том же духе. Продолжайте выдавливать прыщи и ненавидеть себя. Ну, что вы делаете? Зачем вы рецепты-то рвете? Слушайте, а зачем они вам нужны? Они вам нужны? Вы упиваетесь собственной ненавистью к себе. Просто упиваетесь этим. Вы знаете, скоро дойдете до того, что ваша ненависть к себе просто приведет к куда более серьезным болезням кожи. И вот тогда вы сразу поймете, что к чему, но это будет поздно. Ну, что мне делать? Что? Слушайте, забудьте о своих мужчинах. Начните, наконец, думать о себе и поймите, кто вы есть сама и чего вы хотите. У меня же Вовка есть. А у него есть замечательная мама. Добрая, красивая и талантливая. Привет. Привет. Хорошо выглядишь. Любовь греет. Да. Любовь греет. Игорь, я скучаю по тебе. И Вовка скучает. Вернись к нам. Я решила фирму регистрировать. Мне помощь нужна. Помочь помогу. Простить не смогу. Я тебе больше не верю. Да и к тому же, ты к тому же, знаешь, я думаю, что мне нужна другая женщина, которая у меня ждет с работы, а не я ее. Безропотная, с прыщами. Чего? Да нет, ничего, Игоряш. Знаешь, а я научилась выгонять дракона. И это мое самое главное достижение. Пойдем. Вовка ждет, наверное, уже. Пойдем. Кожа человека является самым большим нашим органом. Площадь кожи у взрослого достигает от полутора до двух с лишним квадратных метров. Сохранение ее здоровья и молодости – большой труд. Угревая болезнь отравляла жизнь многим известным людям. Моцарт, Лермонтов и даже признанная красавица Клеопатра сталкивалась с этой проблемой. Известная ванна красоты, которую раз в неделю принимала та самая Клеопатра, не только увлажняет, но и очищает кожу, а также помогает заживлению следов от воспаления. Ее рецепт прост. Подогрейте 1 литр молока, добавьте чашку натурального меда и 2 столовые ложки миндального или оливкового масла. Перелейте смесь в готовую ванну, окунитесь в нее, и главное – думайте о хорошем. Продолжение следует...